Друзья, всем привет! У меня очень важное обращение к специалистам, которые занимаются абсолютной ахинеей, то есть бьют кулаками по позвоночнику или молотком по позвоночнику. Вот, посмотрите это видео, следующее видео, и я вернусь с важным посылом. Дыши. Прямо дыши. Если голова загрузится, мне скажи. Я понимаю, что больно. Будет тебе здесь больно. Нет, мы не будем передыхать. Дыши, блядь и не поднимай. Потом ты мне скажешь спасибо. Дыши, дыши. Как можно глубже и чаще. Хорошо, что больно. Хорошо. Больно. Ой, блядь. Да, да, не сжимай. Не сжимай, говорю. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Вдох, выдох. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой. Вы, уважаемые специалисты в кавычках, кто бьет кулаком по позвоночнику или молотком по позвоночнику, подставляете всех своих коллег. Ведь в мире массажа есть огромное количество специалистов, хороших специалистов, хороших массажистов, которые не имеют медицинского образования, но при этом они помогают людям, они оказывают оздоровительные услуги, не медицинские. И тем самым, что вы бьете по спине, вы просто подставите и себя, и их. Каким образом? Ведь 100% скоро будет прецедент, что кто-то кого-то искалечит или оставит таким вот образом инвалидом. И после этого законодательная дума, ну то есть вот эти вот депутаты, чиновники той или иной страны создадут закон, что больше к телу человека, те люди, кто не имеет медицинского образования, не будут допущены. И огромное количество специалистов, хороших массажистов, просто из-за вас, ударников по позвоночнику, лишатся работы. Поэтому прекратите заниматься ерундой. Конечно, все вот эти методы, ударные по спине, они ни на чем не основаны. К сожалению, люди, которые этим занимаются, они не имеют ни образования, ни понимания анатомии, физиологии. Они не понимают, откуда берутся проблемы в позвоночнике. И им почему-то кажется, что чтобы вылечить человека, его надо ударить. Это глупости. А те люди, кто идут к этим горе-специалистам, они хотят, чтобы их вылечили за один сеанс или два сеанса. Ну хорошо, три сеанса. Вот представьте себе, человек отсиживал задницу в офисе 15-20 лет, нарастил там большой живот, куча проблем со спиной. И вот этот человек хочет пойти и вылечиться за один сеанс. Конечно, это глупость, и это не получится. И когда этот горе-специалист бьет по спине, он не понимает одной вещи, что вот у нас остистые отростки, по ним бить не надо. Вот у нас суставы. Суставы, как правило, у людей, у которых есть проблемы с позвоночником, они воспалены, гипертрофированы. И когда происходит вот такой вертикальный удар, то сустав входит в сустав. Вот обратите мне, вот такое движение получается. И вы еще больше травмируете сустав. Плюс идет удар по спинному мозгу, ударная волна. И поэтому человек кричит, да, там у меня электричество по ногам бьет. Ничего хорошего в этом нет. Вы просто бьете ударной волной по спинному мозгу. А межпозвоночный диск, межпозвоночная грыжа, она никуда не уйдет. Вот она есть, вот обратите мне, вот как грыжа вот так вот выглядит. Вот она как торчала, она и будет торчать. Чтобы вылечить межпозвоночную грыжу, на это уходит от полугода до трех лет. Все зависит от проблемы. А у некоторых, и вообще, некоторым людям и вообще невозможно вылечить межпозвоночную грыжу. Лечение межпозвоночной грыжи – это комплексный вопрос. Это вопрос, связанный с лечебной физкультурой, с массажами, с мануальной терапией. И то не всегда она допустима. А просто одним ударом вы ничего не уберете. Мышцы от того, что вы ударите по спине, не накачаются, они крепче не станут. Межпозвоночные диски, они не напитаются жидкостей. Суставы гипертрофированные и воспаленные. Воспаление не уйдет сразу, и гипертрофия тоже никуда не уйдет. Поэтому не вводите людей в заблуждение своими методами и прекращайте травмировать людей. Ко мне очень много пишет подписчиков, писем, что были у этих придурков, горе-специалистов, которые бьют по спине. Вся спина в синяках, вся спина избита. У некоторых даже есть травмы, то есть трещины и переломы остистых, когда бьют кувалдой по спине. И очень много проблем. И на ваше счастье, я не знаю, кто к вам приходит, видимо, такие робкие люди, что на вас не подают за это в суд. Вы поймите, что нельзя так делать. Вы сами, кто бьют кулаком или молотком по спине, скорее всего, просто не хотите учиться, развиваться. Вы не хотите вникнуть в проблему. Конечно, проще всего бить людей по спине и стричь деньги за это. Но еще раз говорю, ребята, вы тем самым подставляете своих коллег-массажистов, которые из-за вас лишатся работы. Потому что 100% будет прецедент, громкий прецедент, из-за которого запретят приближаться к телу человеку не медикам. Сейчас пока в рамках оздоровительных процедур это сделать можно. И я не за себя волнуюсь, у меня высшее медицинское образование, со мной-то будет все хорошо. Но вы просто подставляете, тем самым под удар коллег. Поэтому у меня убедительная просьба к вам, горе-специалисты, прекратите бить людей по спине и идите учиться. Научитесь по-настоящему работать со спиной. Понятно, что здесь думать не надо. Бей себе по спине и неси всякую чушь пациенту, лапшу на уши умными словами. Но это не лечение. К сожалению, знаете, это больше похоже на страну дураков. Знаете, покуда есть на свете дураки, обманывать нам стало бы с руки. Но большинство людей, этих горе-специалистов, самое страшное, верят в то, что они делают. То, что они бьют по спине и кому-то становится легче. Нет. А знаете, почему, кстати, легче становится людям, которым бьют по спине кулаком? В этот момент человек пребывает в жесточайшем стрессе. У него сбрасывается адреналин, норадреналин, кортизол, то есть гормоны стресса. И временно человек не чувствует боли. Это ровно как, знаете, человек руку сломал, и он еще 15-20-30 минут не чувствует, что у него перелом. То есть он в стрессе, в шоке находится. А потом, когда человек отходит от шока, боль проявляется в достаточно хорошем объеме. То же самое происходит и со спинами людей. Вот человек пришел криво, его избили, он выпрямился. А выпрямился, потому что он в стрессе, его избили. Ну а потом ему становится 100% хуже. Не лечится человек ударами кулака. С вами был Мишаня Бычков.